к юга и с вами шевики и мы продолжим пройдите руку под названием достали порвался ну что поехали прошлой серии мы с вами открыли несколько концовок в первых где мы нашли комнату разработчиков потом мы запустили детонацию которую вы нельзя никак отключить и теперь мы пойдем по лестничному пути вниз если успеем ту выберем следующий дверь правую да 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 правой дверь иди еще я посмотрел там есть концовка на интересно и именно прочел на вики я который красным выделено типа очень секретной концовки там концовка про какой-то рай и мне нужно пройтись несколько раз перезапускать игру и отключить компьютеры правильном порядке чтоб попасть в рай как-то так и считав этого 2 эта история человеке по да 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 так смысле видео видео так здесь все настроена выки зову так я знаю еще одну концовку просто закрыть дверь все что же для стэнли это было чересчур а что если придется самому принимать решение а потом отвечать за них нет такое было явно не для стэнли все это могло кончиться только плохо это лучшее что можно сделать размышлял стэнли никто меня здесь не тронет не сделает больно тут мне спокойно и тут я буду всегда счастлив и стэнли ждал много часов подряд а затем и дней а может и лет он потерял счет времени но он точно знал без всяких сомнений что если он будет терпелив то ответы обязательно придут рано или поздно все прояснится очень скоро все это должно закончиться ему все объяснят и скажут что нужно делать всего-то надо только немного подождать еще вот капельку еще вот чуточку вау что-то все-таки меняется опять секунд мне нужно быстро отключить посмотреть по звуку хорошо ли слышно рассказчика и потом я вернусь так короче можно начинать я посмотрел в принципе нормально слышно блин да тут что проскинули в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил так раньше здесь они не валялись если отключай печаль отключить не могу ладно показалось оказавшись перед двумя открытыми дверьми санта я думаю вошел в левую лево все-таки что-то меняется никого не было не верю своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора о надежде что-то стэнли зашел в кладовую но в ней не было ничего интересного поэтому он повернулся и вышел обратно да точно ничего интересного там не было абсолютно ничего да и что вообще можно было найти в обычной кладовке стэнли понимал что ему следовало двигаться дальше смотри принципе медная катушка с значком радиация это было довольно странно что стэнли все еще был в кладовой ничем нельзя было объяснить это бесполезное времяпрепровождение ведь там даже не было интерактивных предметов как видите он просто стоял в чулане и ни черта не делал ладно 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 а теперь мы идем вниз ясничной клетки стэнли поднялся наверх к кабинету директора и мы ее вниз но стэнли испугался он подумал начальник увидит его и уволит за то что он не работает зачем в это непростое с экономической точки зрения время так рисковать просто потому что стэнли показалось что все вдруг исчезли директор бы решил что он спятил и тут стэнли осенило может быть сказал он себе я и правда сошел с ума разве могли все вот так просто взять и исчезнуть без всяких на то причин нет все это полная чушь продолжая размышлять об этом стэнли стал замечать и другие странности например когда он посмотрел на пол то не увидел своих ног и почему двери сами закрывались у него за спиной и если на то пошло то эти помещения были слишком одинаковыми не повторялись ли они нет-нет сказал стэнли сам себе это было бы совсем странно такого не может быть в реальности и тут он осознал что происходит так все даже просто сплю закричал он это все только сон ну и слава богу стэнли вздохнул с облегчением найдя наконец объяснение всем этим странностям все были на месте никто его не уволит и он не сошел с ума должно быть я скоро проснулся думал он и вернусь к своей скучной работе по нажатию кнопок так что пока я тут надо пользоваться моментом стэнли представил что летать и принялся парить над землей потом пошел дальше и в космосе посреди звездного облака и все это появилось это было так здорово стэнли был так рад что все еще спит удивительно что сон такой ясный потом ему в голову пришел один звоночек вопрос он был так восхищен всем происходящим что раньше не подумал об этом что это за голос моей голове который все время описывает что я делаю или о чем я думаю сейчас голос описывал то как стэнли задумывается о нем и находит это странно мне снится сон про голос который говорит о том что я думаю о том что он все время говорит про то о чем я думаю подумал стэнли и хотя стэнли и полагая что спит спрашивал себя а что если и другие люди слышат этот голос когда они спят на самом-то деле это был совсем не сон может быть он обманывал себя понимая что во сне ему не нужно отвечать ни за какие поступки но стэнли не спал и сознание его было ясным и теперь он был напуган голосом говорящим эти слова ведь он был абсолютно уверен что все это был сон то есть голос видел и эти звезды и как он летал сквозь них пару минут назад иначе как бы он все это рассказывал значит этот голос был частью зерна ну конечно нужно только только доказать что стэнли держит ситуацию под контролем стэнли и медленно закрыл глаза и настроился на пробуждение он почувствовал легкий вес одеяла на себе и упругость матраса он ощутил дуновение свежего воздуха из открытого окна пусть я проснусь подумал он все это был сон я хочу чтобы он закончился я вернусь на работу и буду снова нажимать на кнопки пусть будет так это все что мне нужно я хочу свою квартиру жену и работу все что мне нужно это же так как я всегда жил у меня нормальная жизнь я тоже нормальный все хорошо я нормальный я просто думал если я выйду из комнаты скорее всего стэнли пронзительно умоляю кто нибудь разбудите меня меня зовут стэнли у меня есть директор я работаю в офисе я настоящий кто нибудь меня слышит кто я кто я и потом все почернело это история о женщине по имени мариэлла мариэлла проснулась у себя дома она встала оделась взяла свою сумку и пошла на работу но именно в этот день ее променад был прерван появлением странного мужчины который шел по улице разговаривая сам с собой иногда срываясь на крик и неожиданно упал замертво на тротуар мариэлла позвонила в скорую и какое-то время стояла и рассматривала странного человека очевидно он был сумасшедшим подумала она все знают как выглядят сумасшедшие потом женщина подумала как же хорошо что она нормальная я в здравом уме я все понимаю я отличаю реальность от выдумки было хорошо осознавать это то есть в каком-то смысле этот несчастный делал счастливее ее но тут она вспомнила что в этот день у нее запланирована важная встреча с очень важными людьми от которых зависела ее карьера а может быть и вся дальнейшая жизнь нужно было бежать поэтому она простояла рядом с телом еще несколько секунд и повернувшись зашагала прочь то есть если бы я вышел мне все сбросилось бы или нет мы это сейчас проверим я пойду туда же если же там тупик я просто рестартно это дело в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил бибип опа это и есть походу концовочка слушайте хорошая правда тройда которая говорила опять комната рано оказавшись перед двумя открытыми дверьми стэнли не раздумывая вошел в левую так но я принципе все двери проверил переговорный тоже никого не было не веря своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде что там он сможет прояснить ситуацию дойдя до лестничной клетки стэнли поднялся наверх к кабинету директора шок побежали тогда стэнли испугался он подумал начальник увидит его и уволит за то что он не работает зачем в это непростое с экономической точки зрения время так рисковать просто потому что стэнли показалось что все вдруг исчезли директор бы решил что он спятил и тут стэнли осенило может сказал он себе я и правда сошел с ума разве могли все вот так просто взять и исчезнуть без всяких на то причин это шаг 5 все это полная чушь продолжая размышлять об этом стэнли стал замечать и другие странности например когда он посмотрел на пол то не увидел своих ног и почему двери сами закрывались у него за спиной о если на то пошло то эти помещения были слишком одинаковыми не повторялись ли они нет нет сказал стэнли сам себе это было бы совсем странно такого не может быть в реальность все короче я понял вернем можно перезапускать нам надо да 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 доброе утро спасибо что вы связались с компанией счастье не сейчас пожалуйста подтвердите заказ 2327 картонных коробок ваш офис спасибо ваш заказ будет доставлен в ближайшее время всегда ваше счастье не сейчас окей вот стоять а тут еще есть дверь ладно не открывается я буду все равно ходить смотреть дверь может что-то и откроется может быть что-то да и откроется и компьютер все там горит оказавшись перед двумя открытыми дверьми стэнли не раздумывая вошел влево и пойдем наверх я хочу одну вещь проверить я хочу одну вещь проверить тоже никого не было не верю своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде что там он сможет прояснить ситуацию дайдя лестничной клетки стэнли поднялся наверх к кабинету директора я просто еще эти двери не проверял он не открывается а видите все таки нужно было сюда прийти вот тут заперто теперь зайдя в кабинет директора стэнли опять удивился не обнаружив там ни одной живой души кто мог это подстроить спрашивал себя стэнли в полной растерянности какие темные силы стоят за всем этим конечно он никак не мог знать о том что завесу тайны способна приподнять цифровая панель расположенная за креслом начальника и что эта цифровая панель активируется с помощью пароля 2845 как-то неудивительно но а короче начинаем заново и теперь отправляемся в другую сторону либо можно получить райскую концовку как как вариант в офисе никого что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил чертом компьютер который мне нужен классненько великолепно оказавшись перед двумя открытыми дверьми пока что сюда иду вздумывая вошел влевую коробки и закончились переговорный тоже никого не было не веря своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора по ночным заново коробки должны пропасть мне не нужны коробки в офисе никого не отлично что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил готово все еще раз перезапускаем и последний раз ищем компьютер о в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил стэнли рассеянно бродил по офису хватаясь за каждую мелочь но эти хаотичные действия не приводили совершенно ни к какому результату давайте сюда зайдем я не могу дать зайти теперь в свой кабинет ладно заново давай 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 загружаемся монад вместо сколько кнопок мне шо нужно их всти это того серьезно это рай дохера кнопками и я конечно замочу это дело в а а поев начать я раз сначала я думал я нажимаю не типа такое окажется нет ну мы попали типа в рай кнопками на хери ищи кнопок кнопочный рай так сказать так ну в принципе я думаю можно закончить и следующий серий мы пойдем в другую сторону поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья всем пока